Коллеги, добрый день! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком девайсе, как Moza Slypod Pro. Штука, конечно, не новая, но до меня добралась только сейчас. А также ранее у меня на канале был обзор прошлой и его версии. Теперь же этот карбоновый монопод слайдер стал быстрее, длиннее, тише. Короче, лучше во всем. Давайте разбираться. Как я уже сказал, ранее были модели Slypod и Slypod E. На этом фоне обсуждать мы будем, что же изменилось. Ну и в целом поговорим об этом девайсе. Итак, самое главное отличие от старой версии это расстояние, которое может преодолевать этот слайдер. Ранее было всего 28 сантиметров, теперь же это 52, что практически вдвое больше за счет новой телескопической карбоновой трубки. Также у Slypod Pro обновленная голова с фиксацией по всем направлениям, которую можно закрепить с обоих концов монопода. Интересный момент, что для использования как слайдер как раз нужно поставить голову на нижний край Slypod Pro. Также на корпусе два места крепления под резьбу четверть дюйма и три восьмых. То есть для большей устойчивости и качественного результата лучше ставить на две стойки, два штатива и это должно быть два очень качественных штатива. Это, ребята, нужно иметь в виду. Из органов управления у нас кнопка включения и две кнопки для управления движением, плюс и минус. USB Type-C для зарядки. Конечно же, управление слайдером можно также осуществлять через приложение Moza Master. Там доступны все настройки, а также обновление программного обеспечения слайдера. Очень интересный нюанс, что возможно совместная работа с Llypod Pro с электронным стабилизатором от Moza. Но, к сожалению, у меня нет в наличии ни одного такого стаба. В теории это позволит делать движения по трем осям, но как это работает на практике, мне неизвестно. У меня был опыт использования подобной связки от Y-Seoneon и, как вы помните, там это работало отвратительно. Если вдруг появится возможность, обязательно протестирую этот момент и расскажу вам. Ребята, прямо сейчас, сразу после пользования, хотел бы сделать небольшое дополнение. Короче, я подозреваю, что вся эта связка с гимбалом работает очень плохо, потому что приложение настолько косячное. Оно постоянно отваливается. Стоит отойти от слайдера на полтора-два метра, оно опять отвалилось. Сделал один шот и оно снова отвалилось. Это просто ужасно. Вот такой, по сути, крепкий и достаточно качественный девайс просто портится в хлам отвратительным приложением. Из всего, чем я пользовался, только приложения от ZipOn и от слайдеров Syrp работают безупречно. И с ними действительно можно профессионально работать. У всего остального это китайский хлам. Кстати, в комплекте идет достаточно качественная тренога с очень широкими лапами. И как монопод с iPod Pro использовать вполне себе неплохо, в отличие от предыдущей версии. Но так или иначе, это очень дорогой монопод. Что касается сфер применения данного девайса. Понятно, что никто не будет покупать его как просто монопод. Скорее, как моторизированный слайдер. А что мы получаем на этом поприще? Достаточно стабильное движение, полный контроль через приложение, возможность сделать наезды, при которых рельсы, которых в данном случае нет, никогда не попадут в кадр. А это очень важно. Для предметки его можно использовать в полный рост. И еще из новенького здесь мотор, который теперь работает тише, а ездит быстрее. Вот звук на разных скоростях для вашего понимания. А то вдруг вы решите один из ваших планов при съемке интервью разбавить движением камеры при помощи этого слайдера. Что касается физических характеристик, вес Лайпод Про почти полтора килограмма. Длина в сложенном состоянии 65 сантиметров, а в разложенном 118. Время работы от батареи примерно полтора часа, но это на максимальной скорости. Вы, конечно же, скорее всего использовать его так не будете, поэтому работать он будет сильно дольше. Нагрузка в горизонтальном положении до двух килограмм, а вот в вертикальном до 6 килограмм. Максимальная скорость движения 4 сантиметра в секунду. И на этой скорости он прилично так шумит. А вот минимальная всего полмиллиметра в секунду. Он не издает никаких звуков и двигается супер медленно. Кстати, поставляется он в удобной сумке, как и любой уважающий себя девайс. И как вы понимаете, в комплекте сам слайпод, классная тренога и голова. Короче, что мы имеем в итоге? Теперь слайпод это вполне себе полноценный монопод, учитывая его высоту, нормальную треногу и штативную голову. Как слайдер он тоже стал во всем лучше. Это и длина вылета, скорость, уровень шума. А вот нужен вам такой девайс или нет, решать, ребятушки, только вам. Так как девайс очень и очень, на мой взгляд, дорогой. Но так или иначе, вполне возможно, что он найдет своих пользователей. На мой взгляд, он как раз для тех, кто уже имеет стабилизатор из экосистемы МОЗа. Он станет неплохим приобретением, если этому человеку нет да нет нужен моторизированный слайдер. И вот тогда это будет действительно хорошая рабочая связка. Такие дела, ребята. Вы были на канале Budget Filmmaker. Надеюсь, что вам это было интересно. И мы с вами увидимся уже совсем скоро. Берегите себя.